Привет, Куки! Привет, Зайка! ...вторую часть гаджетов 90-х. Ой, ёпта, сливки шоу. ...во второй половине 90-х... Привет, Зайка! Привет! Спасибо, обязательно после стрима. ...вот такие знакомые всем игры под названием Тетрис. Суть игры, наверное, знают все. ...сверху падают блоки разной формы, и надо их уложить как можно плотнее. Выглядит примитивно, но иметь такую штуку тогда, это как сейчас иметь айфон или другой топовый смартфон. Но зато даже в плохую погоду мы могли играть в футбол. Конечно, не настоящий, а вот такой настой. У меня был настой, а только не такой. ...у каждой команды было по 11 футболистов. Вы спросите, как же они били по мячу? Примерно вот так. Ебва. Мяч представлял собой увесистый стальной шар. Бить надо было прицельно и прилагая верные усилия. Офигеть. Топ пас дошел до своего игрока. Капец, прикольно. А не пролетел к чужому. На воротах стоял вратарь, которым можно двигать и защищаться от мяча. При должной сноровке вратаря забить гол было достаточно сложно. Во время съемок мы отложили камеру и примерно полчаса играли в свое удовольствие. Ого. Так как игра действительно интересна. Да, прикольно выглядит, серьезно. Потом настало время, когда Кока-Кола запустила сюда. В смысле фу, пернуло? Да вы пернули. Да вы достали меня стебать уже, я вам что? Мадина, как бы, это самое. Я не пернула. Акции, в которой под крышечкой напитка можно было найти специальное изображение и выиграть фирменное йо-йо. И мне удалось найти заветную крышечку. Потом в город приехали представители Кока-Колы и обменивали крышки на йо-йо. Тогда это было прям очень популярным трендом. Примерно как спиннеры год назад. Я раньше, по-моему, тоже с йо-йо играла. И пытались сделать какие-то трюки. Фигаси. Я помню, я очень любила ее. Потом начали появляться Тамагочи. Они также произвели своего рода переворот. Тамагочи представлял собой маленькое устройство, на котором предлагалось на выбор несколько видов животных. Которых вы сможете выкармивать. Кролик был милый. После выбора животное якобы вылуплялось. И вам надо было его растить и ухаживать за ним. Например, покормить несколько раз в день. Поиграть в игру. А иногда даже поубирать за ним какашки. КОНЕЦ 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 А если Куки умрет, какой будет контент? Да вы достали, ну! Баранки гнул! Новогоднюю подборку ретро-подарков, которую вам поможет найти Алиса от Яндек. Интересно. Прослушали на вот таких аналоговых магнитофонах. А песни, соответственно, хранились на аудиокассетах. в нашем магнитофоне были различные крутилки и я крутил их воображая себя каким-то диджеем но самым крутым что мог себе представить ребенок того времени была она игровая приставка дэнди в ее имели единицы а иногда всего один ребенок на целый двор приставка подключалась к обычному телевизору потом ее сигнал нужно было найти поиском каналов это вообще такая странная хуйня у меня не было боевые жабы я я просто кого не застала мне 16 лет интересно было проходить вдвоем уничтожая различных монстров хотя часто под раздачу попадал и другой игрок другой же очень популярной и крутой игрой были танчики тут вашей напарником задачей было защитить вашего орла внизу карты танки можно было прокачивать собирая выпадающие из врагов бонусы но каждый раз наступал момент когда родителям надоедало смотреть на нас сидящему у телевизора и они говорили выключить приставку ибо блок питания перегреется и сгорит он действительно достаточно быстро нагревался но мы знали лайфхак если положить блок в морозилку то он остывал гораздо быстрее капец лайфхаки были еще приставки был пистолет да да почти как настоящий и этим пистолетом можно было играть в охотника на уток собачка прыгала в кусты и пугала уток в которых мы и должны были попадать потом она довольно сыграла добычу но меня всегда интересовал вопрос как же приставка понимает попали мы в утку или нет ведь если действительно стрелять мимо утки то она не падала оказывается все достаточно умно и одновременно просто разобрав пистолет можно увидеть микросхему и светодиод который не светит но реагирует и подает приставке сигнал когда свет попадает на него пройдя через специальную фокусирующую линзу давайте посмотрим на замедленную съемку спускаем курок и видели давайте сделаем еще медленнее выстрела экран полностью затемнялся и на долю секунды на месте утки появлялся яркий белый квадрат если момент выстрела дуло пистолета направлено на этот квадрат то через линзу проходил яркий свет который он излучает и светодиод зафиксировал этот свет сообщает приставке что вы попали в утку после чего утка и падает по сравнению с современным разнообразием гаджетов жизнь тогдашнего ребенка может показаться скучной но мне кажется что тогда возможно было вот он свои мандарины вкусные показывает тоже захотелось не линз как есть и и и если и и и и и и и и и Ставь лайк, если заебали топлые техники